подрезал кортеж губернатора когда ехал на новогодний вечер я конечно не так популярен в оркестре как стёпа но тем не менее со мной здороваются друзья здравствуйте это второй выпуск передачки мы их не знаем он новогодний и у нас просто супер гость достойные новогоднего выпуска это генеральный директор сибирской юридической компании человек просто широчайшие мысли прекрасно играющий на флейте и человек который поразил нас своей простотой и открытостью сергей карпекин были ли какие-нибудь трешаки на сцене какие-то ситуации когда в дк отключили там свет например или там ноты перевернутые стоят как-то играть надо вы прямо трешак что-то я такого прямо припомнить не могу но ты тоже вроде бы всегда были правильно поставлены я музыкант такого уровня что сам себе ставлю ноты поэтому а вот со светом была история да наверное она она интересная когда я служил в армии как я уже говорил когда в армии спрашивали если кто знает ноты я неосторожно поднял руку и соответственно там из двух лет срочной службы полтора года я служил в оркестре вот и у нас оркестр ну полковой оркестр обычный военный вот но в оркестре действительно собираются люди творческие поэтому мы помимо маршей которые там обязательно нужно играть на разводах на парадах то есть мы увлекались джазовой музыкой фокстроты играли вальсы танго то есть у нас был достаточно очень широкий такой хороший репертуар потому что у нас в армии музыкант они только и и занимаются основном тем что играет и до обеда играют и после обеда играют если все время играть одним маршем можно сойти с ума а музицирование вот такое более свободное но нам конечно было в удовольствие вот ну и была такая история у командира полка из школы выпускалась дочь закончила тогда еще 10 классов учились 10 класс и выпускной вечер значит у них и наш оркестр отрядили на это мероприятие для того чтобы мы сыграли там марш и гимн россии в общем у нас такая была достаточно простая задача мы это успешно сделали и уже в принципе начали сматывать свои горит самонатки но тут у них выключился свет и ну вот в школе где они там в актовом зале это все происходило свет выключили больше он не включился то есть они что-то делали суетились бегали ну а что такое выпускной вечер без дискотеки но это практически ничего и там уже паника буквально началась и к нам подошел командир полка искал ребят может вы хочешь можете что-то поиграть давайте мы час свечки принесем на пюпитры поставим ну как-то надо выходить из положения и тут весь наш вот этот любительский репертуар был полностью задействован то есть мы сыграли все и что узнали и не по одному разу и и вальсы и фокстроты и и джаз все зашло на ура и школьники с большим удовольствием танцевали под нашу духовую музыку а вот я думаю для них это незабываемое остались впечатления ну а нас там хорошо покормили поэтому мы тоже были оказывается любимое произведение иосифа виссарионовича сталина и еще вот нас добилась ситуация когда ты не смог какой-то причине прийти на оркестр и приложил письмо подписанная по моему замгубернатора что тебя направляют на круглый стол и ну не получится на репетицию прийти в общем ну да просто когда я написал о том что не могу мы же договорились с андрианом что мы пишем ему заранее оповещаем о том что может кто-то не может прийти на репетицию я собственно так и сделал но в его ответном скажем так ответе я понял что он ну скажем не совсем уверен что описанная мною причина она действительно имеет место быть вот стал задавать наводящие вопросы поэтому чтобы ему не объяснять все я ничего мне не придумал как просто приложил оправдательный документ но я же юрист все-таки да и который бы снял все вопросы по этому поводу время для рубрики нашей трешак из детства наверняка же были какие-то истории там мы с пацанами там когда нам было там n плюс один лет решили сделать вот то то ну я думаю пересказывать такие истории можно долго наверное у каждого ребенка в детстве что-то такое было но я все-таки мужик все-таки на музыкальную тему общаемся я бы рассказал про трешак из этой области у меня в детстве был действительно такой крыша учитывая что музыкой меня заниматься ну немножечко заставляли а я все время мечтал там-то о большом спорте то еще там о чем-то другом то как-то я вдруг перестал ходить на музыку не было лет десять но не сказал об этом родителям собирался шел но шел не туда куда надо и это продолжалось достаточно долго и я у меня просто выросли крылья понял что оказывается можно вот так вот жить говорить родителям что пошел на музыку а сам пошел друзьям там или еще куда-то главное где-то не попасться на глаза вот и все было очень хорошо но как-то вечером уже часов 8 уже поужинала семья и вот звонок в дверь родители открывают я с ужасом вижу что на пороге стоит моя учительница по специальности тогда телефонов сотовых не было и городских тоже еще не у всех городские были поэтому она зашла и задала простой вопрос почему ваш серёжа уже больше месяца не ходит на занятия это бутер шаг настоящий потому что за этим последовал серьезный разговор ну который в общем продлил мое вхождение на музыку еще там на пару с лишним лет вот у нас есть некоторая инсайдерская информация о увлечении единоборствами можешь как-то по по обширнее раскрыть эту тему это какие-то контактные виды это бокс это там не знаками разновидность йоги как вообще как это в каком виде это существует ну да у меня музыка это не единственное мое хобби и это на самом деле моя большая проблема потому что у меня много хобби помимо единоборств еще стрельба и всему надо уделять время ну иначе это уже не хобби они понятно что вот что касается единоборств ну это все в общем таким названием называют единоборства на самом деле и че то чем я занимаюсь это называется от айдзицуан стиля чень это китайская ну можно назвать борьба там единоборство и так далее но это я уже не в том возрасте чтобы full контакт работать скажем так здоровье дороже победы уже сейчас поэтому это все-таки больше для здоровья скажем так 10 лет назад как раз вот 9 декабря 2009 года я так случайно попал там в группу которая занималась вот такими штуками и мне его честно говоря понравилось потому что это совсем другой подход к спорту до этого я занимался большим теннисом ну так не профессионально но достаточно интенсивно местных соревнованиях участвовал но теннис очень выматывающий скажем так спорт и прямо там растрачиваешься очень здорово потому что ну игровой азартный очень когда я попробовал вот этот айдзи точно не тайчи как его называют мне это понравилось тем что здесь ты скажем меньше и выматываешься наоборот больше накапливаешь энергии как ты собираешь ее и после этих занятий и наоборот ты чувствуешь какой-то душевный подъем я понял что это то чем я могу заниматься регулярно достаточно долго практически ежедневно уделять этому время и от этого будет не только хорошо скажем вспоминаю свое детство вот как например сейчас вот на нас андриан и галина руководят нашим оркестром да я считаю что это вообще уникальные люди это такие подвижники этого дела и вот я такого еще одного только человека знал в детстве потому что нашим духовым оркестром в дк авиаработников руководил ну тогда его звали паша мор молодой человек который играл на тромбоне в театре опера и балет я когда приходил в театр я всегда бежал к яме смотреть где там сидит наш паша а паша в свободное свое время он вот с этим оркестром нянчился я бы так сказал потому что пол оркестры это были такие местные алкоголики из частного сектора а вторая половина это дети из соседней школы то есть как бы вот такой вот конгломерат и он его держал в руках а сегодня павел францевич мор это концертмейстер оркестра оперного театра и профессор консерватории лет наверное около десяти назад я на лимузине подрезал кортеж губернатора когда ехал на новогодний вечер до никакого трешака нет все ну это было в общем-то банальная история да у нас наша ассоциация она называется межрегиональная ассоциация руководили предприятия она проводит новогодний балл не балла ну такой-то такое мероприятие ну вот и в тот раз это было в были не это было ну а там вот заберском грубо говоря далеко и а я никогда не ездил на лимузине ну вот вообще ни разу внутри не было то есть и думаю вот эта мысль заказать лимузин и поехать на нем на новогодний вечер нашей ассоциации тогда я еще был рядовым членом этой ассоциации поэтому ну хотелось где-то маленько выпендриться ну и просто на самом деле вот так потусить потому что езда на лимузине казалось чем-то особенным вот ну сказано сделано лимузин заказан ждет мы в него садимся едем ехать достаточно долго поэтому за это время успели баром там воспользоваться и всем вот ну и так получилось и губернатор был приглашен на этот же самый вечер вот и он тоже двигался и мы уже на территории пансионата были на двигались параллельными скажем так дорожками и наш водитель лимузина как-то неудачно съехал вперед если была просто машина она спокойно съехала и уехала учитывая что это был совершенно длиннющий такой как колбаса лимузин естественно кортеж губернатора остановился то есть ему приходилось нас пропускать на входе здание где мероприятие в пансионате были на там уже выстроились люди встречать губернатор ну и в общем вместо губернатора не получается встречали нас на лимузине вот но он естественно немножко обиделся и после этого где-то на мероприятиях когда он меня видел кто-то говорил вот познакомьтесь василий алексеевич он гордо знаю я этого юриста на лимузине благодарен за то что пригласил с тобой приятно общаться и на записи и в оркестре и в кулуарах так сказать и на самом деле мне очень нравится то что мы вместе делаем наверное оркестр из всех моих увлечений музыка это наверное самое такое которое меня вдохновляет наверное потом лишь простой причине что это такое неконкурентное действие и настоящая командная работа в оркестре от нас от всех от каждого зависит то как мы вместе сыграем и чем лучше сыграет каждый тем лучше мы будем все вместе этого нет ни в спорте то есть этого нет нигде везде идет какое-то соревнование какая-то борьба а здесь это не борьба эта борьба в первую очередь самим собой на общее такое благое дело поэтому я всегда допустим после репетиции еду с улыбкой на лице испытываю просто кайф от совместного музицирования и от совместного общения поэтому действительно всех с новым годом будем встречаться на репетициях будем изучать новые произведения вдохновляться вдохновлять друг друга и играть играть и играть и радовать наших близких и всех тех зрителей которые на нас смотрят очень приятно что пришел к нам в гости а у нас в гостях был сергей карпейкин еще раз всех с новым годом увидимся на репетициях